Всем привет! Сегодня на обзоре у нас ноутбук от HP модель 15s с возможностью апгрейта и двух платформах на выбор Intel и AMD. Продается в двух расцветках, темно-серый и светло-серый. Поставляется в коробке, в комплекте блок питания на 45 ватт и макулатура. HP 15s это пример классического офисного ноутбука, рабочей лошадки так сказать. Сборка хорошая, корпус довольно прочный, скрипов и тресков не замечен. Крышка экрана и боковые края корпуса выполнены из алюминия. Другие элементы из пластика, того же серебристого цвета. И на первый взгляд так же выглядят как и металлический сплав. Отпечатки пальцев на крышке очень заметны, особенно при ярком освещении. Весит ноутбук 1690 грамм. Высотой он меньше, чем кейс AirPods, 17,9 мм. В нижней части у нас решетка вентиляции и две прорезиненные ножки. Слева корпуса два порта USB 3.1, тип А и разъем питания. Справа карт-ридер, аудиоразъем на 3.5 мм. Type-C первого поколения, который не поддерживает зарядку и подключение внешнего дисплея. И HDMI версии 1.4. Сетевой разъем RJ45, к сожалению, не добавили. Разъем питания находится почти на скосе. При подключении коннектора тот часто заходит не полностью. Приходится чуть сильнее додавливать. В HP-15S клавиатура полноразмерная, с цифровой панелью справа. Клавиши приятные на ощупь. Набирать текст вполне удобно, но русские буквы на сером цвете сливаются. Средняя часть клавиатуры изгибается под более сильным давлением. Стрелки на клавиатуре очень маленькие и расположены прямо под клавишей правый shift. При слепой печати часто промахиваешься и вместо вверх нажимаешь на эту клавишу. В продаже есть версия с подсветкой клавиш и без. Кнопка питания расположилась слева. Она в виде очень узкого прямоугольника с небольшим ходом. В темное время ее можно и не нащупать. Трекпад в модели 15S. Это обычный, ничем не выделяющийся рабочий трекпад. Он смещен влево от оси. Кнопки интегрированы в сенсорную площадку и их щелчок довольно громкий. Края трекпада прогибаются, а поверхность не такая приятная, как в моделях других брендов. В ноутбуке HP 15S два стереодинамика. Качество звука хорошее, но явно не хватает глубины и низких частот. Однако с помощью фирменной утилиты HP Audio Center можно поиграть с эквалайзером и настроить звук под себя. В ноутбуке установлен 15,6 дюймовый IPS-экран с Full HD разрешением. Хотя проскакивает и версии с дешевой 10-филм матрицей, но это в основном в менее производительной сборке, где всего 4 гигабайта ОЗУ и процессор Атлон или Селерон. Экран установлен на одной петле, позволяющей наклонить его на 140 градусов. Шарнир имеет плавный ход и хорошо удерживает дисплей в фиксированном положении. Однако тест на MacBook не проходит. Открыть ноутбук одной рукой невозможно. Рамки довольно широкие, особенно в верхней части. В нижней части у нас также широкая рамка с лого бренда. Веб-камера расположена в классическом месте. Она тут на 1 мегапиксель, и качества ее хватает только для бесед в видеочате. Рядом с камерой расположились два микрофона. Углы обзора широкие. IPS все-таки. Но вот яркости в нем маловато. А солнце вообще вряд ли удастся что-либо рассмотреть. Цвета передаются тускло. Матрица покрывает 61% палитры sRGB и только 42,5% палитры Adobe RGB. Плюсами является уровень цветовой температуры 6600 Кельвинов. Все задачи на ноутбуке выполняются быстро. Средняя температура процессора при нагрузке 74-80 градусов. А частота 3 ГГц. Температура при просмотре видео в Full HD на YouTube без другой нагрузки 44 градуса. Корпус нагревается снизу, при этом область клавиатуры остается прохладной. Ноутбук относительно тихий. Во время тестов шум вентиляторов слышен, но он совершенно не мешает. Однако стартуют они очень часто. По поводу и без. С главных преимуществ ноутбука это два слота под оперативную память. Второй слот свободен. Поэтому в будущем память может быть расширена до 16 ГБ. У нас на борту быстрый SSD фирмы Toshiba на 256 ГБ. Скорость чтения и записи у вас на экране. Загрузка в Windows 11 происходит всего за 14 секунд, а выключение за 4. В ноутбук можно добавить еще один SSD за счет докупки специального шлейфа. Батарея в 15С на 3 ячейки. Запас энергии 41 Вт-час. Время работы нам обещают 9 часов, но этого возможно добиться только при определенных условиях. Например, если смотреть только видео на 70% яркости, то в таком сценарии он продержится около 6,5 часов. Браузер, музыка и офис, яркость установлены на том же уровне, те же 6 часов с лишним. А вот при запуске чего-то более существенного, фоторедакторы или игры, тут время работы сокращается до 3,5-4 часов. Однако ноутбук заряжается до 50% всего за 45 минут, что позволит довольно быстро восполнить запас энергии. Ноутбук 15С по своей производительности подходит для работы в офисе или дома. Мощности хватает и на графические программы. А вот с играми тут надо отталкиваться еще и к конфигурации ноутбука. На встроенной графике далеко не уедешь. При средних настройках с разрешением Full HD количество FPS в популярных играх варьируется от 30 до 50. Иногда случаются короткие подлагивания. Но если установить низкие настройки графики или уменьшить разрешение до HD, то в некоторых играх FPS дотягивает и до сотни. Итого, этот ноутбук неплох для работы в офисе или дома, где HP 15С будет выполнять роль рабочей лошадки. Однако подливает ложку дегтя экран. Матрица в нем тусклая и поэтому читаемость на солнце очень ограничена. Так что работа с ним замыкается работой в помещении. Кроме того, эта же матрица не позволит вам работать с цветокором, так как цветопередача не из лучших. В описании оставлю ссылки на обзоры других ноутбуков. И в данной ценовой категории, возможно, они даже будут и поинтереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok